В его умелых руках оживает глина. Народный мастер Беларуси Александр Орлов изготавливает керамику по древним рецептам, обваривает в парном молоке, задымливает и придает пластичному материалу любую форму. Гончарному искусству посвятил целых 34 года. На фестивале творчества и ремесел его кувшины, горлочки, гляки, горшочки и бочонки разлетаются, как горячие пирожки. Учу учеников, очень много уже последователей моих, выпускников. Не все стали керамистами, но я их научил аккуратности, терпению, любви к искусству. Нам секретов не жалко ни до кого. Приходите, любой мастер-класс дадим. Глушанский хуторок принимает гостей в 13-й раз. Творческие коллективы из Бобруйска, Осиповического, Чаусского, Кличевского, Мстиславского и Глузского районов встречают громкими аплодисментами и пшеничными караваями. Не обходится здесь без наград в честь Дня работников культуры. Грамотам и благодарностям нет числа. После – галоконцерт и конкурс театрализованных презентаций народных обрядов. Это очень значимый праздник для поселка Глуша и в целом для Бобруйского района. Сюда приезжают люди с разных регионов Могилевской области и не только, чтобы показать свои умения, посмотреть на умения местных мастеров. Центральная библиотека Бобруйского района представляет выставку «Жестокая правда войны Олеся Адамовича». Глуша – малая родина писателя. Авторы таких известных книг, как «Сыновья уходят в бой», «Хатынская повесть» и «Я из огненной деревни». Произведения публициста переведены более чем на 20 языков. В его честь в поселке названа улица и остановка. Сохранился дом Адамовича и аптека. В перспективе – установка бюста и открытие музея. Очень рада, что есть такой Глушанский хуторок, который набирает все большую известность в республике. Я практически бываю здесь каждый год благодарна тому человеку, который это придумал. Вот эти плакаты – это я делала по просьбе Дома культуры Глушанского. Чего здесь только нет. Фантастические картины из бисера, вышивка крестиком и вязаные игрушки. От хендмейда невозможно оторвать взгляд. Оригинальные деревянные шкатулки и ключницы, соломенные корзины на любой вкус и кошелек, изящные сувениры и букеты из мылоручной работы, пропитанные эфирными маслами и любовью мастера. На деревенском подворье можно попить ароматный чай из настоящего самовара, угоститься пирогом из тыквы и ощутить все гостеприимство в белорусской глубинке. Гости фестиваля лакомятся блюдами национальной кухни и закупаются свежими овощами на сельхоз-ярмарке. Самые смелые поднимаются в небо на самолетах Бобруйского аэроклуба, чтобы с высоты птичьего полета полюбоваться бескрайними просторами Малой Родины и испытать чувство гордости за богатые таланты нашей страны. Татьяна Горбыч, Максим Галеонко, Бобруйск-360.